здравствуйте вы смотрите программу право слова микрофона я ее ведущий олег курсов у нас сегодня в гостях представитель парламента союза народных республик олег царев добрый день олег антолич знаете я намеренно не употребил драстать новороссия потому как сам еще не совсем понимаю его сегодняшний статус знаю то что новороссия в историко-географическом плане это нечто больше чем донбасс да это верно юг современной украины а советское время это слово вообще как бы так не приветствовалось вот сегодня какой смысл у этого слова новороссии новороссия с одной стороны это государственное образование образованная через подписание акта декларации между луганской и донецкой народной республики но новороссия с одной стороны это государство другой стороны это государство конечно же не двух областей и область больше, чем двух областей Украины. Мы понимаем, Новороссия – это как минимум 8 областей. А если еще с учетом Кировоградской области, которая исторически входила в Новороссийскую губернию, то это и большее количество областей. А с другой стороны, Новороссия – это не просто государство. Новороссия – это символ. Символ того, что Россия встала с колен. Символ того, что с Россией считаются. Это символ соединения разъединенного русского народа. Ну и Новороссия, конечно же, это мечта. Мечта на новую Россию, на новую жизнь, на государство, в котором есть народовластие, дружба народов, нет олигархов. Новороссия – это лучшая Россия, лучшая часть России. Если мы говорим, что Новороссия – это не только Донбасс, то ведь сегодня население тех областей, Херсонская, Одесская, они пока же не поддержали, да, Новороссия? Да, они поддержали их, расстреливали, жгли, бросали в тюрьмы. Люди все равно, несмотря на запугивание, несмотря на расправу, выходят на улицу, заявляют свою точку зрения. И победить не получится людей. Олег Анатольевич, Донбасс переживает такой масштабный вооруженный конфликт. И мы, вестник Кавказа, мы можем проводить аналогии с кавказскими конфликтами. И параллели здесь, здесь много параллелей. В частности, конфликт между двумя демократическими, как это ни странно, принципами. Право нации на самоопределение и право на территориальную целостность. Но, судя по кавказским конфликтам, это довольно-таки грозит... Большой кровью. И большой кровью, к сожалению. Затяжными действиями, да? Да, затяжными действиями. Как вы считаете, вот нет ли опасности в том, что конфликт на Донбассе, Новороссии затянется на долгие годы? Я считаю, что здесь надо искать компромисс. Чем за более короткое время мы хотим добиться успеха, тем больше, к сожалению, крови прольется, и больше жизни за это придется отдать. Я считаю, что тот сценарий, который выбран, он оптимален в точке зрения сохранения человеческих жизней. Ведь мирное соглашение, которое сейчас, в общем-то, не до конца выполняется, но зато, тем не менее, кардинально позволило уменьшить количество жертв, это сценарий более долгий, но больше людей... Мы сохраним большее количество людей. Ведь чем дальше мы бы двигались в направлении Киева, а сейчас... Очевидно, что сейчас ополченцы более мотивированы, и они на войну, и они выигрывают. Но тем большим сопротивлением нам пришлось бы сталкиваться, и надо понимать, что по дороге мы бы разрушали города и села. Погибали люди, разрушалась инфраструктура. То, что нам потом пришлось бы восстанавливать. И я думаю, что тот сценарий, который выбран, он подразумевает то, что в Украине сейчас будут очень большие проблемы. Будут очень большие проблемы внутри Украины. И эти проблемы приведут к тому, что к нам будут присоединяться регионы без войны, без военных действий. Да, нам придется подождать до весны. Но то, что это будет происходить, у меня нет сомнений. Вы прогнозируете распад Украины весной, вы сказали в одном из интервью в Москве. А вот как это можно аргументировать? Почему именно весной? Потому что фашизм, это везде, где существовал фашизм, везде была война. Фашизм без войны не жизнеспособен. Для того, чтобы оправдать отсутствие свободы слова, отсутствие политических свобод, кардинальное снижение уровня жизни. Нужны военные действия. Нет военных действий, люди начинают, нет врага, люди начинают выступать против действующей власти. Украинский проект в отрыве от России не жизнеспособен. Россия — это не только единое культурное пространство для большинства украинцев. Мы русские. Да, нас разделили, условно придумали название украинцы, малоросы-украинцы. Но это большой, единый русский мир. И Гоголь — это русский писатель, и Булгаков — это русский писатель. Несмотря на то, что это киевская интеллигенция. Тарас Шевченко писал на русском языке. Тарас Шевченко, свой личный дневник, вот то, где человек пишет для себя, он писал на русском языке. Поэтому это не только единый культурный мир, это рынки сбыта, это заказы, это дешевые энергоресурсы. И без этого всего кредиты. Без этого всего Украина как государство, я думаю, что не сможет существовать. Можно было запустить антирусский проект, ведь Украина — это антирусский проект. Мы изначально задумывались. Еще в Австро-Венгрии, как антирусский проект, само понятие «украинец», «Украина». И сейчас продолжается то же самое. Только в условиях военных действий с Россией. И впереди Украину ждет холод и голод. Если Новороссия выходит из этой гуманитарной катастрофы, мы рассчитываем в этом месяце начать платить зарплату. Дети идут в школы. Мы рассчитываем активно восстанавливать предприятия. У нас 600 предприятий разрушены. То в Украину ожидает всю большую оставшуюся Украину, ожидает гуманитарная катастрофа. Отсутствие тепла, рост неконтролируемых, рост курса гривны, остановка предприятий. Они и так стоят. Задержки по социальным выплатам. И с учетом того, что не будет внешнего врага, я думаю, что... С учетом того, что внутренние противоречия остались в обществе, я думаю, что эта власть уйдет. Но вам тоже ответят, что нам поможет Евросоюз. Евросоюз не хочет оплачивать, ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не захотят и не смогут оплачивать жизнь такого большого государства, как Украина. Надо напрямую датировать из десятки миллиардов долларов, чего не хочет ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз. Можно было создать искусственную жизнь и искусственно поддерживать уровень жизни, например, в Грузии. Ну, там напрямую просто всем госслужащим платили заработную плату, достаточно высокую, из зарубежных фондов. Не из бюджета Грузии. Напрямую, не из бюджета Грузии, там финансировалась грузинская армия. И за счет высоких зарплат бюджетника, в общем-то, поддерживала жизнь внутри Грузии. Но в Украине это невозможно. Это очень большое государство, это очень большие деньги. И уже Евросоюз заявил о том, что он не собирается. И Международный валютный фонд достаточно жестко сделал заявление по поводу высказывания Яценюка о том, что надо меньше просить, а больше работать. И это показывает, что Европейский Союз не хочет и не желает оплачивать жизнь и существование киевского режима. Вот вы употребили слово фашист в предыдущем ответе. Страшное слово, особенно для нас, для тех, кто родился в СССР, деды, отцы воевали. Но вот киевские пропагандисты, когда слышат от вас такое слово, от ваших коллег, они это преподуются по-своему. То, что вы так называете всех жителей, кто живет, Украина, кто живет за пределами Донбасса. Вот на как бы такое ощущение, что они на этом играют. Вот как вы считаете, как здесь можно выйти из ситуации? Мы много раз заявляли о том, что мы не видим во врагах народ Украины. Больше того, после наших безответных обращений, ведь очень долго мы создали движение Юго-Востока, обращались к киевской власти, о том, что давайте начнем переговоры, давайте менять конституцию, давайте будем вводить федерализацию. Мы гарантируем, что мы освободим все занятые здания и разоружимся. Давайте договоримся, как мы будем выходить из этой ситуации, потому что невозможно проживание в антирусском мире или в государстве с антирусской идеологией людей, которые считают себя по духу русскими. Причем я в это понятие ввожу ненациональность. Русские – это ненациональность, это гораздо больше. К сожалению, мы не услышали тогда ответа от киевских властей, но мы обращались неоднократно к регионам, к органам местного самоуправления, к жителям Украины. И хочу сказать, возвращаясь к той теме, что я считаю русскими, русские – это понятие гораздо более широкое, и вот в этой войне, которая у нас сейчас идет в Новороссию, достаточно большое количество друзей, знакомых, которые приехали из Кавказа, из Осетии, из Чечни, из Дагестана, там много народов. Это добровольцы же? Это, безусловно, это добровольцы. Их не так много, но они есть. Они вносят просто ужас, их появление на украинских военных. Россия в этой войне не представлена так массово, как, например, она была представлена в Югославии во время боевых действий. Там, насколько я помню, только официально было задействовано около двух тысяч добровольцев из России. В Новороссии чуть меньше. Ну, может быть, не чуть, может быть, больше, но точно меньше. Но вот присутствие ребят из Кавказа, оно, знаете, это вот та помощь, вообще Россия оказывает такую помощь, и гуманитарную, и моральную, и внешнеполитическую. Ну, вот и то, что вот сейчас делают ребята из Кавказа, русские, простые русские люди, это останется в памяти поколения, это не забывается. Помощь в такой момент, она очень-очень важна. От всего сердца я хочу поблагодарить россиян за помощь русских, независимо от того, какой национальностью они являются.